Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Речи Господь ко пришедшим к Нему иудеям. Аз есим хлеб животный, гряды ко мне немать взалкатесе, и веру в мя не имать взжаждатесе никогда же. Нарех вам, як и видисти мя, и не веруйте. Всей же даст мне Отец ко мне приедет, и грядущего ко мне ни жену вон. Якось не дог с небесе, не дотворю волю мою, но волю пославшигами Отца. Всей же есть воля пославшигами Отца, да всей же даст ми не погублю от него. Но воскрешу я в последний день. Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Сегодня среда, 22 мая. И мы с вами продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Читаем главу 6, с 35 по 39 стих. И сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «Сказал Господь, пришедшим к нему иудеям, «Я есть им хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Вот такие ангельские строки сегодня мы слышим. Мы продолжаем принимать участие в той беседе Господа с уидеями, беседа, которая произошла после чуда насыщения огромного количества людей питью хлебами, двумя рыбами. Мы с вами из Евангелия можем видеть, что это настолько понравилось людям, настолько их воодушевило, что они стали искать Христа, причем искать так, что оставили все дела, свои все заботы, буквально бежали за Ним, пока давно не встретились с Ним в Капернауме. Говорили между собой, что в истину пророк восстал между нами, что это тот самый царь Израилев, которого они все ждут. Видим здесь воодушевление человеческое. Хорошо ли это? С одной стороны, вроде бы, да, действительно, люди готовы признать Христа своим руководителем, своим учителем. Но опять же из Евангелия мы видим, что цель поиска Господа этими людьми была очень-очень приземленная. Как здесь толкуют святые отцы, люди ели хлеб, ели рыбу, и настолько им вот это понравилось, что именно это они и ставили здесь причиной поиска Господа. Они не рассуждали о том, что надо исполнять слова его, что надо стремиться следовать заповедям его. Здесь нет разговора о покаянии, о каких-то добродетелях, о любви, о милосердии. Что такого нет? Людям хочется вот так вот принимать пищу. Хочется радоваться жизни, хочется жить безмятежно. Все это, с одной стороны, вполне законно для человека. Человеку свойственно стремится к счастью. Но ведь проблема-то в том, что вне Бога это счастье найти невозможно. Как бы человек свою земную жизнь не пытался устроить, все равно его будут преследовать проблемы, скорби, болезни, тяготы, тлен, как старость, да, как стремление к старости, смерть в конце концов. Все это избежать человеческими усилиями невозможно. Господь пришел на землю для того, чтобы человеку дать возможность жизни, жизни с Богом, жизни вечной. Для этого нужно измениться, для этого нужно Бога поставить на самое первое место. Нужно научиться следовать Ему. Отсюда и звучит первая заповедь, что возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью, всем помышлением. Возлюби ближнего, как самого себя. То есть именно вот такие вот ценности духовные ставятся на самое первое место. То, что все земное, оно имеет конец здесь, на земле. И самое гибельное для человека, свою земную жизнь, вот это уникальное время, земной жизни, время подготовки к вечности, заполнить лишь только земными вопросами, земными проблемами. Вот этой постоянной суетой, касаемой земного благополучия. И вот мы видим, что люди ищут как раз вот это, ищут земного. Они Христа готовы называть кем угодно, им признать кем угодно, лишь бы только он питал, грел их, решал какие-то земные вопросы. Небо им не нужно. Им нужен человек, но им не нужен Бог. И вот Господь говорит им, я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет толкать, и верующий в меня не будет жажать никогда. То есть и слова как раз касаются поиска человеческого, поиска хлеба, поиска пищи, поиска того, что необходимо для жизни. Но опять же, люди ищут земного, Господь говорит, что нет, вот что вам нужно для жизни, вот что нужно для вечности. Это вот то единение с Богом, это то, что человек получает через правильную веру, то есть то, что человек получает в соединении с Христом. Господь и говорит, что люди, прекратите жизнь свою тратить на какие-то вещи временные, научитесь жить в первую очередь для вещей по-настоящему ценных, по-настоящему важных, для вещей вечных. И все это, опять же, то видим, что здесь связано со Христом. Господь указывает на себя, что вам нужен хлеб, но вот кто хлеб настоящий. Я есть хлеб жизни. Я тот, кто готов напитать ваши души, дать вам благодать, дать вам веру, дать вам именно вот ту глубину понимания, настоящего понимания жизни, настоящей цели жизни. Все это вы можете найти во мне. Приходящий ко мне не будет толкать, Господь говорит, что действительно всякий у верующего Христа он обретает полноту в душе своей. Да, конечно, вера, что еще человек открывает, наверное, в самом начале, открывает бездну его падения, всю гибельность его состояния, огромное количество грехов, все это также есть. Но опять же, во Христе, человека взяв, что ли, вот это видение жизни своей, он тут же и берет понимание, что с тем делать. Он берет помощь, он берет силу от Господа, чтобы менять себя, что опять же с Богом оставаться. Вот действительно право здесь Господь говорит, что приходящий ко мне не будет толкать, он не будет чувствовать голода вот этого духовного, потому что во мне он найдет все необходимое для вот этой вот правильной жизни. Верующий в меня не будет жажать никогда. Ну это, в общем-то, те же самые слова. То есть действительно Господь говорит о вере. Причем вот здесь мы с вами можем для себя подчеркнуть, ведь не всякая вера, да не всякое религиозное какое-то явление, оно наполняет человека. Душе нужна истина. А что такое истина? Истина — это то, что есть на самом деле. Да истинный Бог — это тот, который существует реально, не который выдуман, не который человеку предложен демоническими силами, да, вот как что-то опять же выдуманное. Или когда бесы себя могут там называть ангелами, богами и так далее. Нет, все это оно не является правдой, все это оно душу не устраивает, так или иначе. Душе нужен Бог. Как говорил об этом преподобный Макарий Гипетский, что Бог создал Вселенную для того, чтобы вселить туда человека, а человека Бог создал для того, чтобы самому вселиться в него. То есть душа человеческая в какой-то степени является престолом Божиим. Удивительно, но это так. И душе нужен Бог. И вот это вот Богообщение человек он получает в соединении с Христом. Господь здесь называет себя вот этим необходимым для жизни, что есть хлеб жизни. Дальше говорит, «Но я сказал вам, что вы и видели меня и не веруете. Да, то есть видели меня глазами плотскими, глазами земными. Видите вы мне только человека. Хоть с одной стороны видели чудеса, которые я совершаю как Бог. Только что на ваших глазах вы видели акт творчества, где из ничего Господь являл пищу». Действительно, разве можно пятью хлебами, двумя рыбками насылить пять тысяч человек, кроме женщин и детей? Это невозможно. Даже если, скажем, по крошке достанется, и то невозможно разделить вот так на всех. Еле все насытились. А сколько остатков набрали? Какое еще нужно чудо для того, чтобы люди веровали? Вот Господь, тем не менее, здесь такое заключение, что увидели и не веруете. Почему? Потому что ищите земного, думайте земному. Божественно не вмещается в ваше сознание и в ваше сердце. А почему так? Потому что вы вне меня, вы отдалены от меня. И дальше Господь открывает нам то, каким образом человек переходит ко Христу. Это очень важно нам усвоить. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет. Приходящий ко мне не изгоню вон». Но вот пославим все, что идет мне Отец, подразумеваются люди, верующие во Христа. То есть человек ко Христу, вернее, приходит только благодатью Бога Отца. Бог Отец посылает человека. Без вот этого человек сам Христа найти не может. Прийти к нему не может. То есть здесь вот опять же происходит средняя двух воль, человеческая и божественная. Что человек сам по себе не может Бога найти, и что Бог без согласия человека не может привести его ко спасению. Тогда возникает вопрос, но в чем же вина тех людей, которые не пришли ко Христу? Тогда можно сказать, что Бог Отец не послал их, и от этого они не пришли к Сыну Его. Но здесь, как объясняют святые отцы и толкователи, что Бог послал тех, кто хочет, тех, кто ищет, тех, кто желает, глядя на настрой человеческого сердца. Соответственно, если человек настроен на зло, настроен на лукавство, на луж, на грех, то нет ничего удивительного, что он и не приходит ко Христу, и Бог не помогает ему. Цель у него совершенно другая. И наоборот, человек, ищущий истину, по-настоящему, честно, он обязательно ко Христу приходит. То есть сам Бог начинает помогать в этом. Дальше Господь уже говорит, что приходящего ко мне не прогоню вон. Действительно, потому что, ну как, он посылаемый Отцом, я принимаю его, спасая его. То есть всякий человек, и приходящий ко мне спасу, сказал Господь. А дальше слова такие, сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Но здесь вот опять же Господь несколько умоляет себя для лучшего понимания иудеями. В этих словах говорится о том, что я не делаю что-то противоположное воле Отца, я согласен с ним. То есть вот в этом плане можно сказать, что не свою волю исполняю, а его. Воля пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить. Но опять же, да, что он дает Отец, он посылает человека, а Господь его принимает и спасает. Но все это воскресить в последний день. Или слова воскресения, здесь они касаются тех людей, кто пришел к Господу, слова касаются спасаемых. То есть здесь воскресение не просто, как существование, воскреснут все, а именно воскресение к жизни вечной, к жизни блаженной. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сестры, читали мы Евангелие от Иоанна, главу 6, с 35 по 39 стих. Христос воскресе! Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!